Приветствую вас, видите ли, молодой человек, он, конечно, поступает не самым лучшим образом, болея, не желая лечиться, не желая заботиться о себе, но понимаете, какая штука, не желая лечиться, не желая заботиться о себе, молодой человек проявляет к себе, а не любовь. Если молодой человек проявляет к себе, а не любовь, вряд ли он сможет любить и ВАЛС, если вы пойдете к его родителям, то вы, ну, по большому счету поступите так же, как и его мама, и молодой человек воспримет ВАЛС так же, как и свою маму, то есть, мягко говоря, не очень. Поэтому здесь вам нужно действовать так, чтобы обезопасить себя, потому что я вас прекрасно понимаю, вы не хотите брать на себя ответственность, но и чтобы не пофигать на выбор мужчины делать то, что он хочет. Потому что это, знаете, его право, его выбор, его жизнь, и он ей, в принципе, волен распоряжаться как угодно. То, что вы делаете, вы занимаетесь его спасительством, сейчас вы его пытаетесь спасти, вот, ничего хорошего из этого не получится, потому что... Человек сам не хочет, не хочет ничего делать. Вот, подробнее об этом вы можете почитать, про треугольник Карпмана, про... Эээ, драматический треугольник, когда люди пытаются спасти другого человека в ущерб себе и тому, кого спасают. Так что, такая вот история. Эээ, я, конечно, не могу давать вам прямых советов, вот, но, просто подумайте. Подумайте, какой выход может быть. Если вы не хотите, не хотите брать на себя ответственность за то, что, мужчина, с мужчиной может случиться что-то, либо с вами, либо без вас, ну, ваше отсутствие, я имею ввиду. Эээ, вы не можете пойти, эээ, к, эээ, к его родителям, прямо с ним сам, а вы настроите молодого человека против, ээээ, себя и, в общем-то, ээээ, самое интересное, что, молодого человека этому ничему не научат. То есть, его абсолютно, абсолютно ничего, ничему это не научат. Эээ, не научат, по, по той простой причине, эээ, что он будет знать, что его спасут. Вот, какой остается этот вариант. Подумайте. Чтобы избежать и того, и избежать другого. Если при этом защитить свои интересы и, самое главное, остаться именно с женщиной. Не стать матерью для молодого человека, остаться с женщиной. И не ввязаться вот в этот вот драматический треугольник Картнера. Я просто подумал. Это не самое приятное решение, это не самое, может быть, хорошее решение. Но, это решение. Подумайте. Ещё раз повторю, я не могу давать вам советов, не хочу. Но, ситуация такова, такова, что в том случае, когда вы не можете что-то сделать для молодого человека без ущерба для него. А для него будет ущербом, если вы пойдёте его родиться. И в тот момент, и когда молодой человек не хочет, хоть не хочет делать чего-то. для себя. И не только для себя, но и для вас. Вот в этом случае, вам ничего не остается, кроме как думать о себе самой. И заботиться о себе самой. Чтобы не страдать. Вот. И вот. Как будет вы добьётесь, это уже. Ваш выбор, это уже ваше решение. Будет. Я думаю так. Я думаю так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.